прошу вас подумать над таким вопросом можно ли разработать оптимальную идеальную программу таир в каком-то подразделении на предприятии и как расширение этого вопроса нужен ли вообще человек для того чтобы сделать такую оптимальную программу имеется у нас есть собственное мнение на этот счет ну вот на проектах мы взаимодействуем собственными разработчиками заказчика помогаем им найти общий язык между разработчиками и собственно функциональными заказчиками чтобы ответить на этот вопрос ну вот вопрос стал перед нами ранее нам показалось что предприятие которые уже годами используют опять-таки там системы управления таир накапливают массу данных и нам кажется что они недостаточно полных используют накопленные ими данные соответственно родилась идея и мы реализовали ее в виде программного продукта который сейчас носит рабочие название цифровой механик вокруг продукта и в продукте мы делаем что строим модель цеха либо системы предприятия у нас есть любимый демонстрационный пример это бассейн в котором все когда-нибудь были или ходят регулярно да чтобы управлять свое здоровье представляет что это такое соответственно мы описываем системы и функции этого бассейна формируем модель добавленной ценности расставляем оборудование на функциональные места сами единицы оборудования разузловываем на компоненты описываем какие стратегии применимы к этим узлам и получаем данные из внешней ям системы это статистика отказов и данные реальные ям и ERP системы это какие потери мы несем в случае отказа оборудования все виды потерь да далее оцениваем получаем точнее стоимость ремонтов стоимость восстановления компонентов прямых получаем информацию о сроке заказа материалов для выполнения работ если каких-то данных не хватает то получаем из внешней системы собственной мдм системы об этом я тоже пару слов сказать дальше определяем критерии оптимизации какую программу мы считаем оптимальной и на основании имеющейся статистики либо справочной информации справочного мтбф получаем программу обслуживания то есть когда какие воздействия необходимо выполнить для нашего оборудования где оптимально хранить узлы и комплектующие для нашего оборудования и какой бюджет там требуется для обслуживания это выполняется с учетом рисков отказа оборудования сейчас настоящий момент есть несколько компаний так скажем бета тестеров у которых выполняются проекты формирование там программы сравнения с реальными данными результаты довольно интересные какой еще продукт для того чтобы работали современные продукты для того чтобы работал там наш цифровой механик для того чтобы обслуживать оборудование требуется масса информации иметь качественно описывать оборудование нормативы на обслуживании так далее с этим всегда проблемы опять таки об этом расскажет мой коллега артем мы создали собственную базу хранения нормативов оборудования и хранение информации о надежности оборудования то есть в базе в мдм системе лежит классифицированные модели оборудования к моделям привязаны характеристики этого оборудования информация необходимая для планирования для формирования ппр лежат типовые технологические карты работ потребность в тмц и лежит статистика отказов для того чтобы формировать чтобы были готовые виды отказов для анализа надежности в системе там хранятся десятки там и сотни тысяч моделей ну систему ближайшее время хотим сделать доступной для обмена и для доступа внешних контрагентов ну внутри это сделано на пошли по простому пути взяли готовую систему 1с мдм доработали ее под наши задачи и таком виде используем привет я мультяшный робот простоев нет расскажу вам про курс базовые практики планирования таир управление надежностью и критичностью оборудования по методике rcm простой это потеря времени в рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям вы наверняка задавались вопросом а как наиболее эффективно избежать простоев наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем связанных стоит освоив курс вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства курс подойдет инженерам ппр и специалистам по надежности техническим директорам производственных систем и их заместителям руководителям служб эксплуатации и ремонта участником проектных команд развивающих систему управления таир менеджером по автоматизации и управлению таир специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления таир программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения обучение идет пошагово вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов рассматривайте примеры из практики пробуйте применять полученные знания также вы получаете доступ к общей группе студентов курса где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками курс проходит онлайн на нашей платформе sdo простоев нет вы можете учиться с любого устройства с телефона планшета или компьютера все что вам нужно это доступ в интернет в рамках курса вы освоите практические методики которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях вы познакомитесь с конкретными проектами таир от простоев нет которые реализованы в россии и снг по окончании каждого учебного модуля вас ждет практика тестирование и вебинар обратной связи а по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат обучение уже прошли более 1500 специалистов таир из 300 производственных компаний переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса до встречи на курсе